Вася, как он снял на перроне, посмотрело 10 тысяч человек, да? Теперь, когда вы едете в Петербург на футбол, это не значит, что вы едете на Зенит. Это вполне может значить, что вы едете на Тосно. Тренировка Тосно далее по плану. Это самый страшный из Сапсанов. 5.40 утра. Пока самый великий из режиссеров играет музыку, точнее, рушнуровывает свои наушники, чтобы выбрать музыку, можно поспать. Пригородный поезд до станции Тосно. Заснув в Сапсане, мне приснилось, как Тосно становится чемпионом. А прикольно, что к матчу с Зенитом Тосно готовится на полях Академии Зенитов. Это настоящее петербургское дерби. Па-бам! В принципе, понимали, что все чуть-чуть быстрее, все организованнее. На задницу играем. Вася, до конца бейся с ним. Бейся, бейся! Бейся, за бейся играйте! Па-па-па-па! Не возвращайте! Нормально! Жень! Не торопились бойцы! Сашка! Сашка сделал! Кто второй? Не торопитесь! Супсачатого надо! Катистого! Поехали! А когда у нас были в игре точные передачи? Что нам тренировать то, что нет? Евгений, что-то снимаете? Евгений, удалите, пожалуйста. Он пошутил. Смотрите улыбку, он улыбается. Что Тосно почти Зенитом стал. Играют на Петровском, тренируются на поле Академии Зенита. Так и большой командой глядишь станут. Я впечатлился тренировкой Тосно и теперь понимаю, понял, почему они играют в Зенит. Потому что они тренируются под камерами Академии Зенита, проводят теоретическое занятие под камерами Зенита. И наверняка придумали какую-то фейковую установку, которую Манчи не возьмет, посмотрит и ошибется. Стадион, который видел, как оформляется чемпионство. Стадион, где проводились игры плей-офф Лиги Чемпионов. Теперь это дом футбольного клуба Тосно. Субтитры сделал DimaTorzok Как вы думаете, где вот такое небо? Смотрите, это Петербург. Один день в году здесь погода как на Ибице или как на Мальорке. Мы сейчас идем по Невскому, в сторону Московского вокзала. Уезжаем отсюда и сразу начинается дождь. Дождь. Сейчас уже 6 вечера. Взяв кофе, надо спешить на Московский вокзал, наслаждаясь последними лучами петербургского солнца. Потому что в этом году их больше не будет. На самом деле это не самый типичный петербургский колодец. Нет в нем какой-то колодесности. Но и здесь Тосно мог бы сыграть свой домашний матч против Зенита. Правда? А вот что здесь петербургский, так это персонажи. А почему мы переходим дорогу в Петербурге, причем на солнечную, жаркую сторону из Теневой? Да потому что... Вот что. Всего-навсего стоматологическая клиника решила поместиться в таком шикарном здании. Как будто ее наждачкой протерли. Манчини, наверное, купил. Раньше такой в Питере не было. Вот эти люди, которые призывают на экскурсии, это просто укипажи мои любимые. Про них про всех можно снять кино. Я не знаю, как этот проспект называется, но вроде Лиговский, который подходит перпендикулярно к Невскому. И все равно такое же попсовое место. То есть когда вы около вокзала, вы уже не в Петербурге, а в каком-то очень... Слишком обезличенном пространстве. Вот что, отталкивает влево. Слушай, я однажды сожрал, и мне так было херово. Потому что там так много хлеба. Не, невозможно, поглядь. Вот там. Смотрите. Это суши, и то, что они с доставкой, здесь обыграна фамилия Достоевский. О, господи. Я не думал, что я доживу до этого времени. Я человек, который в школе с карандашом читал «Преступление и наказание», подчеркивая самые значимые моменты. Господи, боже мой. Доставка и еда. Доставка и еда. Не слышал Виктора Набытова, как комментатора, но теперь знаю, что, оказывается, у него в Петербурге, рядом с Невским проспектом, дом, на котором еще и табличка. И вообще, возможно, это единственный спортивный комментатор в нашей стране, которому на доме повесили табличку. Или у Озерова тоже есть в Москве. Есть или нет? Напишите в комментариях, есть или нет у Озерова табличка. Виктор Набытова в Петербурге есть. В Ленинграде. Виктор Набытова, он же от 50-х, 60-х годов, я помню. Он может быть. Столько комментировать? Футбол, футбол. А футбол? Он сам футболист. Наверное, и футбол. Вообще, он сам вратарь футболист. Он даже был женат нашей учительницы в нашей футболе. Его жена была, я знаю. Она, может, не долгое время, но была. А он вообще, вот, папа, Кирилл Набытова. Ну, Кирилл Набытова, вы знаете меня? Я знаю. Это его папа. Он когда не... А? Денечко. Ну, молодого, да. Когда они открывали эту доску, где были цветы, тут все были пинтаторы, там, вот этот, Ирна Серебренников, может, знаете, да? Вот они здесь все крутые просто. Я просто молодому чеку, он из-за льна. Я вот его показал, что на его доме... Чего? А, лен? Лен, лен. Он на его доме... Я думал, ты город такой, лен, из-за льна. Из-за магазина лен. Он меня прихватил, он пойду зайду. Какие образованные люди в Петербурге живут? Культурная столица. Где? Церки молодцы, что сделали на вокзале, на фирменном магазине «Зенит». Уважаемые, Миссарши, продажа, 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 продажа. Преклоняюсь перед видеоблогерами. Люди, которые трындят без остановки на камеру целый день. Невероятно трудная работа. Мы пытались сегодня хотя бы половину из этого повторить, но очень тяжело. Просто проще быть комментатором. Продолжение следует...